Приветствую вас, уважаемые телезрители, дорогие братья и сестры. В этой передаче мне желанно поразмышлять о духовном путешествии, особенно важном во время Великого Поста, потому что в это время или подготовки человека к участию в Евхаристии есть период духовного напряжения. И в отличие от того, что считают или чувствуют некоторые, это время радости, потому что это время возвращения домой, время, когда мы можем ожить. Это должно быть время, когда мы отряхиваем с себя все, что в нас обветшало и омертвело. Для того, чтобы обрести способность жить. Жить со всем простором, со всей глубиной и интенсивностью, к которым мы призваны. Пока нам недоступен, непонятен этот момент радости, у нас будет получаться чудовищная и кощунственная пародия. Мы будто бы во имя Божие превратим жизнь в сплошное мучение и для самих себя, и для тех, кому придется расплачиваться за наши бесплодные, благородные, в кавычках, потуги, стать святыми или, лучше сказать, стать на путь духовного делания. Это понятие радости может показаться странным рядом с предельным напряжением, подвигом воздержания, с настоящей борьбой. И тем не менее, радость проходит через всю нашу духовную жизнь, жизнь церковную и жизнь евангельскую. Потому что Царство Божие усилием берется, как говорит нам евангелист. Оно не дается просто тем, кто беспечно, лениво ждет его прихода. Для тех, кто ждет его таким образом, оно, разумеется, придет. Придет в глухую полночь, придет, как суд Божий, как вор, которого никто не ждет, как жених, который грядет, пока неразумные девы предаются сну. Не так должны мы ожидать Христа, его царствие и его суд. Мы должны вернуться к такому состоянию, которое обычно не может, не можем вызвать даже из своих глубин, настолько оно нам чуждо, состоянию радостного ожидания Дня Господня. Хотя мы знаем, что этот день будет Днем Суда. Поразительно слышать в церкви, что мы провозглашаем в Евангелии благовестие о суде и провозглашаем, что День Господень не страх, а надежда. И вместе с Духом Святым Церковь может сказать «Гряди, Господи, и гряди скоро». Пока мы не способны говорить о таких категориях, пока мы не способны говорить в таких категориях, нашему христианскому сознанию не хватает чего-то очень важного. Чтобы мы не говорили, в таком случае мы все еще язычники, вырядившиеся в евангельские одежды. Бог для нас еще вдали, и приход Его – мрак и ужас для нас, и суд Его – не искупление, но осуждение наше. И встреча лицом к лицу с Ним – страшное событие, а не час, к которому мы устремлены и ради которого живем. До тех пор, пока мы не осознаем это, духовное напряжение не может быть радостью, оно непосильно и ставит нас перед лицом суда и ответственности, потому что мы сами должны осудить себя для того, чтобы перемениться и быть в состоянии встретить День Господень, славное воскресенье с открытым сердцем, не пряча лицо, готовое возрадоваться, что Он пришел. И всякий приход Господень – это и суд. Отцы церкви сравнивают Христа с Ноем и говорят, что присутствие Ноя среди его современников было одновременно и осуждением, и спасением их. Оно было осуждением, потому что присутствие одного человека, оставшегося праведным, всего лишь одного единственного человека, который сумел стать святым Божьим, служило доказательством, что это возможно, и что грешники, те, кто отверг Бога, кто отвернулся от Него, могли бы быть такими же. Таким образом, присутствие праведника явилось судом и приговором его времени, но оно же было и спасением его времени, потому что единственно благодаря Ему Бог помиловал людей. Это же относится и к приходу Христа. Есть и другой радостный момент в суде. Суд не есть нечто, находящее на нас извне. Придет день, когда мы предстанем перед Богом и будем судимы, но пока наше странничество продолжается, пока перед нами лежит путь, ведущий нас к мере полного возраста Христова, а таково наше призвание, мы сами должны произнести суд над собой и покаяться, принести Богу искреннее раскаяние, а затем полное и всепрощающее покаяние.